Олег, а вот как вы считаете, если бы сейчас, на данный момент, песниры собрались в старом составе и спели бы свои вот самые-самые старые песни, это бы понравилось зрителям? Ну, если бы такое они объявили, ну, зритель бы ликовал наверняка. И я верю, что и концерт прошёл бы прекрасно. А вот вы как стали песниром? Ведь, наверное, что-нибудь типа «Головежской пущи» вы ещё слушали в детстве. В детстве, в детстве, да, в детстве я слушал. Всё началось с одной песни, которую мне надо было написать для ансамбля песниры, не для себя, а просто как автор со стороны. Вот когда я её написал, она называлась, называется, сейчас нами исполняется «Ночка тёмная», с неё всё и началось. Вы сразу сказали «да» или ещё подумали некоторое время? Если честно, я сразу сказал «нет». Давайте ограничимся фактом. Сначала было «нет», потом было «да». О фактах. Как уговаривали, прежде чем прозвучало «да». Не уговаривали, не уговаривали. Просто сказали, давай поедем вместе на один концерт. На один. А потом ещё раз скажешь. А вот не тяжело было влиться в коллектив? Это произошло моментально. Стать своим. Стал ли я для всех своим сразу? Не мне говорить, они мне стали близкими и родными сразу. Вот вы раньше работали для себя, а сейчас, ну и для других, скажем, белоруких исполнителей. Сейчас только для песниров получается? Никогда не работал для себя, всегда для зрителя через себя и через других исполнителей. И когда писал песни, всегда их писал дома, либо в другом месте, но глазами будущего исполнителя, который смотрит людям в глаза. Только тогда можно представить, как будет она восприниматься, эта песня.